А перед просмотром данного видео хочу сообщить вам, что 1 и 2 апреля в Санкт-Петербурге будет проводиться такое мероприятие, как пони-ребрик. Кому интересно, в описании к этому видео я оставлю ссылки на сайт и группу ВКонтакте. Там вы можете все подробно об этом прочитать. Всем-всем привет! С вами Дарья Миронова. И сейчас я бы хотела сделать обзор двух фоновых пони, претсел и черри-берри, из новой волны коллекции Explore Equestria. Этих двух пони я покупала в магазине Дочки и Сыночки. Там каждая из них стоила 559 рублей, но по акции они мне вдвоем обошлись всего лишь за 738 рублей. Это первая волна этой коллекции. В нее входят как раз таки претсел и черри-берри, а также еще Рейнбудэш и принцесса Твайлэд Спаркл. Как вы можете заметить, с каждой пони прилагается расчесочка, которая в цвет ее грива. И большим плюсом данной коллекции я считаю то, что в ней очень много фоновых пони. 8, если я не ошибаюсь, или 9. И такого не было еще со времен свадебной коллекции. И это очень даже здорово. И вот даже не доставая пони из коробки, можно увидеть, что мордочки у них не такие утиные, как у других современных пони. Они выглядят очень миленькими. И давайте, я думаю, рассмотрим коробочку. Пони запакованы в прозрачный блистер, который прикреплен к картонке малинового цвета. И на ней изображены китимарки главной шестерки. Сверху радужные волны. В верхнем левом углу логотип Мальтл Пони. Справа возраст 3+. Логотип Хасбро. Начало инструкции, которая говорит о том, что код на ножки пони можно просканировать в приложении Мальтл Пони Франшип Селебрейшн. Снизу слева изображение пони, как в мультфильме. С другой стороны логотип коллекции Эксплору Квестри и имя пони. В данном случае это Брэтсел. С обратной стороны продолжение инструкции. Опять же логотип Мальтл Пони. Еще раз имя поняши в белом облачке. И также различные надписи «Внимание», «Производитель» и так далее. У Черри Берри на коробочке все то же самое, только, соответственно, ее изображение и имя. И давайте раскроем наших поняш и посмотрим их поближе. В коробке с каждой пони шли вот такие бумажки, а также расчесочки. Это была с Черри Берри, а это с Прэтсел. Подобные расчески выходили и раньше, но они были более светлых оттенков. И расчески были не такие яркие. И если вы можете заметить, то они хорошо сочетаются друг с другом по цвету. Начну я с Черри Берри. Эта пони выпускается уже второй раз. Впервые мы ее видели в свадебной коллекции. Но там она была на обычном молоте, то есть без согнутой ноги. Такие пони встречаются довольно редко. И они сделаны не совсем правильно, потому что я померила длину каждой из передних ножек. И так получается, что если выпрямить переднюю левую ногу, то она будет длиннее правой. И получается, что наша пони инвалид. Черри Берри часто появляется в мультфильме. Она фоновая земная поняша, которая живет в пони-вилле. Она розового цвета, с ярко-желтой гривой и хвостиком. Грива очень мягкая, приятная на ощупь. Хвостик довольно длинненький. Грива прошита в два ряда. И ряды поставлены не очень далеко друг от друга. Сама пони с блесточками внутри. Это выглядит очень красиво. Китти Марка у нее это две вишенки, о чем и свидетельствует ее имя, которое переводится как вишневая ягодка. На переднем правом копыте у нее есть кот-сердечко. И в этот раз он сделан как наклейка. Снизу на том же копыте есть дырочка, чтобы потом пони можно было вставлять в какой-нибудь штыречек, который есть в различных наборах. Глазки у Черри Берри сделаны по молду Rainbow Dash. И они фиолетового цвета. В этот раз на пони почти не видно швов. Головка у Черри Берри крутится. И мордочка не такая утиная, как у многих современных пони. Если сравнивать ее с Пинки Пай 2016 года, то Черри Берри, на мой взгляд, выглядит намного милее. И она очень похожа на тех пони, которые выпускались раньше. Вторая пони это Pretzel, единорожка, живущая в кантерлоте. Она оранжевого цвета. Ее гривой хвостик состоит из двух цветов, которые чередуются. Один из них это светло-розовый, а другой фиолетовый. Грива опять довольно густая и тоже прошита в два ряда. Пони также с блестками внутри и выглядят очень-очень красиво. Глазки миндалевидной формы, как и у Twilight Sparkle, и они красного цвета. Китимарка является вот такой кренделек. И так, собственно, переводится ее имя. У Pretzel тоже есть кот-сердечко, только он уже на левом копыте. Голова прикреплена ровно, и она тоже крутится. Единственным минусом этих пони является только то, что у них очень хорошо видны какие-то помарки на теле, то есть, например, царапины или вмятины. И у Pretzel снизу на передних копытцах тоже есть дырочки и логотип Мальтл Пони. И посмотрите, как пони подходят друг к другу по цвету, если поставить их рядом. Очень советую приобретать вам эту новую коллекцию, так как за последнее время она самая достойная. Поняши очень красивые и необычные. А на этом было все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. С вами была Дарья Миронова. Всем пока-пока!